пример стекло что с ними произойдет сейчас только я знаю один что будет дальше куда ты где искусство где ты эту вода сволочи я жена два раза два раза удачно осветим к стриптизер святой водой посылает мне к чертовой матери собирает вещи и уходится чем это сделал зачем она была она была на грани жизни смертным вот этому я люблю тебя тебя тоже привет привет я маша ефросинина и сегодня экзамен откровенность задает создает заслуженный артист украины потап скажи что я первая имею возможность так тебя представить официально да нет мы уже две недели праздную две недели я на концертах даже представляю себя за разы на сцене заслуженный артист украины гурт мозги под к ревницам заслужен стебутся все и я больше всех в этом кстати твой офигительный плюс я знаю что у нас не так много времени а тем у меня к тебе под накопилось очень много поэтому начнем с блица нужно отвечать очень быстро можешь обдумывать можешь нет как зовут лучшую подругу твоей тещи лучшая подруга моей тещи алла алла кудлай правильно тюрьме на зиме канадами и жаня и задумавшись мэтро лига смеха или тупо подкаст тупо подкаст 0 нельзя выбирать между ситуация настенька твоя жена принесла домой 5 щенков она их всех подобрала и все будут жить у вас от этому не очень рад что ты скажешь настя и жгала себя и не очень рад этому но я тебя так люблю что они все будут жить у нас беременная собака 5 щенками мы ждем мы должны снасти принимать роды наши мимишка вот такая опузнатая да поэтому и в этот момент когда они должны родиться а первое мы должны принимать роды и скорее всего настя будет в этот день на концерте мы уже просчитали они все будут у нас жить пока и не придут все друзья подруги не заберут их вот если одна мимишка у нас живет которая садится мне на плечо и лижет милысину то теперь будет пять мимиш а ты этому рад ну я не и не кажется же ответ был как на твой вопрос я сказал я не знаю как принимать роды я не знаю что такое собачек но я так тебя люблю что мы будем делать это мы будем делать это попа как у ким или чико бомбони я ждала чико бомбони чико бомбони класс не изменяешь себе ситуация твой сын андрюша вызвал тебя на серьезный разговор сел очень переживает не улыбается ты понимаешь что ситуация напряженная говорит тебе папа не могут и прекратить петь я не могу приходить в школу ну были такого плана ситуация и не такого плана были ситуация сложно было понять ему маленькому что такое быть сыном известного папой и самому известным всем я ему объяснял им рассказывать нужно такое фейковые друзья которые стебутся смеются какие-то гадости пишут в интернете не может постоянно пишут если до меня достучаться невозможно это отлетает в одну секунду то стучаться к андрюше и завистники и хейтеры пишут ему и в конце концов сейчас у нас с ним супер доверительные отношения и рисуночек те никто не обижает он говорит нет я говорю как ты относишься к таким комментариям показываю у него же пришлось объяснять ему пришлось учить пришлось что говорил все таки в десять лет мальчишка когда получает хейтерский коммент это может рухнуть реально психика во первых он пару раз кому-то отвечал за не он занимался в этот период боксом где-то как мальчишки бывают это школе другого то потолкали вот я приезжал к директору и крил андрюша ты что смотри дрался дрался отставил раздавала я рисы ну что ты делаешь он говорит ну папа это же это честь моей семьи это же противно сказали андрюха послушаем не все так однозначно бывает но смотри на это с другой стороны пытаясь ему рассказать веер ситуации когда можно пострадать научись этому не брали внимание но отвернись уйди не надо не реагируйте смыкнут и дальше будет этого больше и больше параллельно с этим останется блогером и стал выходил в публичную площадь и я вот на своем примере готовил на своем примере он уже понял я говорю выноси позитив он очень позитивный парень позитивным же и тяжелее реагировать на хейт тяжелее но когда он нивелирует это все я периодически с ним сознание за рассказы как это у меня происходит посмотри вот мне пишут а я не обращаю внимание на концерте а если ты с акцентируешь на этом внимание концерт может остановиться и пойти все может быть не так и ты и ты потеряешься ты свою луч потеряешь этого позитива не было у тебя я однажды присутствовала когда оля полякова тебе небезызвестная отвечала хейтером своей дочери а им писала сейчас я приеду тебя разыщу и задушу у тебя никогда не было смешные моменты на на концертах например сидит человек очень недовольным лицом кислом ты выступаешь куда подводка это веселый момент в концерте сидит с кислым лицом сидит и цыкает и видно что ему плохо не интересно не кайфово жена его притащила она его бьют в локоть и у меня были гибели когда я начинался мари мужчина вам не интересно вы пришли но дать я верну вам деньги вы пойдете ли и пока я его не до раскатывал или не вынимал из него добро любовь радость танцы и не соединялся с ним энергетически я не заканчивал бывало так неудобно на 7 смыкала за руку горит лёша пожалуйста и все знают мою такую фишку вот потом я понял что оказывается это можно делать одним жестом просто ну ничего зато весь зал позитивный ума он начинал кучи групповое существо смотря как с ним поступить то же самое с хейтером то что прямой ответить можем он тем что нам отметить в основном сейчас я занимаюсь тем что даже не занимаясь и даже не то что не отвечаю иногда бывает человек напишет что-то такое ты там ты там такой-то такой-то плохой и ты думаешь а чё же мне написал это заходишь на его профиль смотри а те что 13 лет у тебя же такая биохимия понятно ясно посмотрим на кого ты подписан кому-то еще она все понятно ты динейджер конечно я раздражитель для тебя уже у меня тетеньки с начосом напротив ковра сидят с котом говорят что вы расслеваетесь расслеваете посмотри на себя как ты себя ведешь ты молодая красивая удаленные ребра и худая во первых ты все сделаны искусны да это я же это вид я же вижу это сблизи ну это же просто но а в шаге от майкла джексона уже машине прости это для них мы говорим мой типаж я тебе сейчас скажу при всех ты прошли про жену я тебе про тебя я смотрел как ты ездила в инстаграме у тебя ты ездила на один винный завод на девичник и мне очень понравится как ты выглядела ты супер секс ты горячая мамочка ты мил в ты понимаешь ты высокая ты брюнетка у тебя шикарная талия ты очень лопнет и очень секси спасибо очень секси поэтому когда на тебя одни наговаривают знают другим глазом на тебя смотрит мужчина это искаю да и я всегда теперь буду себе это представить здравствуйте привела к вам клиента клиент ты готов выбирать одежду да только у меня как обычно нет времени девочки вы мне поможете да я знаю что у вас тут все уже с готовыми луками нужен только размер ну и собственно нашей фантазии чего тебе больше хочется вот это оранжевую да и спортивная у нас уже есть давайте нам нужен какой-нибудь строгий костюм что-нибудь очень стильненькая такое модненькая вот и как раз хотел оранжевая сань подходит отлично годится давайте еще то есть она у вас собрано прям вот такими комплектами здорово александр сейчас самое нелюбимое для мужчин занятия примерка сделаем хорошо идем девочки и мне еще нужно подарок для дочери моей приятельницы лет на 5 можете пожалуйста подобрать спасибо сынок ну как там ну как но все-таки с костюмом я определилась обожаю мужчин костюмы упакуйте нам давайте наверное вот этот да для моей приятельницы ваша какая-то традиционно очень красивая упаковка можем подарочную прямо сделать да потому что мне на подарок вот этот тогда все вещи в коллекциях жакоди созданы и усовершенствованы в парижских мастерских дизайнерами и модельерами дома эксклюзивный дизайн и принты уникальные цвета и внимание к деталям лежит в основе всего что делает бренд качественные материалы точные силуэты тщательное внимание дизайну ручная вышивка команда создает коллекции с наибольшей осторожностью всегда сохраняя комфорт функциональность и стиль жакоди на чья очень волнуюсь перед сегодняшним живу ты для меня много значишь но много лет я не могу справиться с ощущением что ты побаиваешься диалога со мной абсолютно нет когда-то мы были за кулисами какой-то большой церемонии и я тебя куда-то приглашал отыгрел нет я пока боюсь интервью но может быть и так слил меня тоже была такая вероятность я не давал интервью просто и все ты попала просто под этот период не маша и для меня ты нет ты рос на моих передачах а я на твоих песнях нам есть о чем поговорить всегда мне мешал один мужчина вырастать на твоих передачах с ним дружишь и он ко мне и он как заслуженный артист ко мне приходил то есть просила как заслуженный артист две недели каждый день ко мне подходят люди горят лёша где магарыч где вы где бутылка депутат но я же добрая душа быстро я пью со всеми самая сильная была у меня опыт заслуженным артистом украины юрия горбунов оказалось когда два заслуженных сталкивается искра самая яркая получается так как бы я хотела на это моя жена прощает мне понеслась все моя жена прощает мне все моя жена встречает меня с корпоратива зацелованным всего вот и говорит мне боже мой куда популярным из моей жене нравится когда нравится другим женщинам я при жене которая смотрит эту передачу могу сказать что ты красивая ты секси ты мой типаж потому что посмотри на настя я тоже выбрал красивую брюнетку талантливую сексуально доверия она меня научила этому она так как потому что она тогда машина прощает мне все потому что она такая я был не такой я проверял телефон и меня проверяли я как-то подозревал что-то мне не раз когда кто-то с кем-то разговаривает начал встречаться с насти я понял что оказывается можно совсем по-другому жить и выстраивать отношения оказывается я могу положить возле кровати свой телефон и не переживать за то что его будут проверять оказывается никто не будет собрать сплетни обо мне по подружкам никто не будет в интернете искать никто не будет приставить ко мне за помады на пиджаке я выступаю и обнимаясь с тысячей женщин они фотографируются со мной даже есть я в блеск придет но не знаю там не знаю какая-то малолетняя поклонница нашла твой номер ну нашла и написала лёша я хочу тебя это увидеть настя когда если даже она приедет и скажет у меня ребенок от тебя нас и скажет сначала разберись ты а потом уже включая меня то есть сначала мне такие случаи боли не со мной были с друзьями когда приезжает девочка и говорит у меня от тебя ребенок вот и днк и проверки и и все штучки оказывается она вообще не беременна потом конце концов вот такая если женщина будет вот такая настя это такая настя который меня такому научила что я был не такой и это такая свобода оказалась это такая свобода классная когда ты настолько доверяешь человеку что ну да ну да говорил ну да смеялись да но я же люблю тебя ты же знаешь хорошо но есть же что-то я в жизни повернулась ну хорошо я пойду в самое больное нася задвинута на правильном питании да благодаря тебе благодаря ей ты стал бегать питаться там не знаю разгрузочные дни яйцо с грейпфрутом все вот это что она с собой всегда носит ну например же например ты же можешь в тихую на тихую сажать чипсы открывают холодильник и настя вот шоколад орео так что она делает она ретли лёша ну зачем вместе с этого я не могу ничего сделать хочу шоколадка она какая-то сволочь лёша но зачем мы же так стремились то да 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 ну дай мне кусочек маленький вот то есть я и и тут в доверительной историю из-за чего вы не можете не ссориться бывает очень маленькие какие-то штучки вот из-за таких вот моментов когда мы договариваемся о чем-то приходят гости мы говорим например давай мы месяц проведем спортивный похудеем засечем сколько ты там сбросил килограмм не будем курить пить этот 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 это но тут я получаю заслуженного артиста наваливаются гости я уже пью со всеми бассейн кихи хика песни настя горит ну лёш но ты же не обещали но заслуженный артист ну как но таким она не срывается ну она если я вот только я могу на нее повлиять она говорит если ты вот из-за чего могут быть маленькие такие влюбленные бронятся только тешится на это когда я могу куда-то ее поискать на 102 сегодня немного поехали на дискотеку куда-нибудь поехали на шашлыки она говорит ну ладно и сама хочет же внутри я вижу это я иногда со стороны все-таки дьявола и сатаны выступаю и вот она иногда ругается на меня потом но если бы не ты меняйся ты меня не не укатал то есть это только по поводу режима а быт разбросанная готовит 5 раз до разбросанные вещи обязательно твои обязательно так я человек который ездит все время когда гостиницы я привык бросить на пол и должна зайти горничная убрать это все вот я забываю думаю я снял там выбросил какие-то обязанности честнее до слова дома я вообще я хозяин дома дом это моя штука я там главный но управление менеджмента как раз насти запуталась я беру лопату и убираешь него друг дома все очищу это мой дом я хозяин гостится стол накрыто вас очень красивый дом песня очень мамы мамы папы я я люблю это вот пум по столу я мужчина главный и все и она это признает но она управляет всем она я достала она была когда-то не лопата для россия я достал деньги на пост на строительство она делала его обустраивала так и принципе у нас и происходит очень классическая схема очень работы но многие не выживают в такой классической схеме и спотыкаются они работают вашему браку год ровно ну да но отношения больше отношением сколько не скажу могу ровно в этой студии год назад за несколько дней до свадьбы я понимала о ком будет идти речь и она вот так вот выкручивалась вот так вот выкручиво дать я дать должное понимаю все ты на нее не дави душа вы любимые друзья вот это делает из меня журналиста такого себе но блин друзей не придают лёша ты знаешь не придают поэтому я у тебя в передаче здесь журналистка разыграла над дружеским я бы тебе пришел нашел миллион отмазок и это очень уважаю ты знаешь я артистическое тоже не люблю последнее время я очень много не верю вот я вот все последнее время очень тонко чувствую правду и неправду в людях может в глаза времени-то как бы прожил много на миллионы концертов от выступал объездил весь мир на площадках и начинаешь ценить очень такие основополагающие вещи в людях у нас полагающие энергии поэтому хотя бы мне скажи вот эта договоренность не афишировать ваши отношения вплоть до анонса свадьбы она была ваша двоих или все-таки троих людей дело в том что начиная с взаимоотношений с ирой вот объяснил познакомился в очень юном возрасте и в ее и в своем как-то я помню был у нас один случай когда я поднял какой-то скандал за столом и раме так одернулась сказала в это 6 она говорит пожалуйста я тебе прошу никогда больше ни при ком ничего давай мы выйдем в сторону поговорим и вернемся и вернемся пусть не выносим ссору на обсуждение всех плюс я рос такой семье в которой не приветствовалось бесконечное болтание о себе вокруг где ты живешь как ты живешь за сколько даже для папа военный получил по получил не надо рассказывать не рассказывать спрашивают не отвечай когда ты найди другой ответ и вот это сошлось в то что ты начинаешь беречь свое внутреннее беречь свое родное свою семью и вот и как-то так мы пришли к моменту когда мы даже никто не знал что мы разошлись сыры это до этого не знал никто не подозревал например дома с ней поженились для всех это было тоже удивление потому что когда я приехал я был на концерте сказал я я сейчас отъеду в киев и вернусь вернулся уже с кольцом на пальце и никто этого не запит настя в том числе кстати тогда очень удивилась что я женился она тоже не за что-то нам не сказал она почему-то не сказал я не говорю я такой скрытный это просто удивительно ты уникальный человек с точки зрения шоу-бизнеса по чутью у тебя чутье на тренды чутье на музыку чутье где и с кем как оказаться один только последний твой челлендж с чика бомбоне если ты пока жалова таким даже прекрати нет 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 но я видела там и бузова там и а поплавский это капец лёша я не знаю что сказать деда миша это это все говорит о том что ты зараза что-то знаешь это все ваши выдающиеся песни еще дуэта потап и настя как будто бы вы выстреливали в тот момент когда людям это нужно было и удивительно что здесь ты вообще вне трендах по поводу личной жизни никогда ни о чем никому ну потому что я не совсем артист понимаешь я же пол жизни спортсмен и пол жизни артист вот и мама чемпионка мира по плаванию папа чемпионов ссср по водному полу воспитание такое строгое дядя чемпион мира по плаванию все чем-то что это никак не подчинить семью и имя какому-то какой-то возне вокруг спорт это дисциплина спорт высоких достижений какая связь между закрытой лично расскажу тебе дисциплина ты дисциплинированно ты работаешь каждый день на цены достижения результатов и для спортсменов важно не рассказывать а показывать результаты для спортсмена важно выйти на пьедестал и там ему одевают медаль и вот только тогда когда ему одели эту медаль он уже кланяется может плакать эмоции кубок обнимать то есть только тогда когда у вас была свадьба и были допущены камеры и можно было стримить в отличие от других некоторых закрытых мероприятий вы разрешали стримить в разрешали показывать она для тебя пела ты для нее пела это было даже то редкое высоединение на сцене полякова снимала свой блог в которой она набрал миллионы просмотров капец вот я дура чё я не снимала последний раз я плакала кстати марш последний раз я плакал на награждение где мы с тобой встретились я думала о моем папе ушедшим 20 лет назад и думала о том что для него это значило бы очень много все таки мы дети советских родителей ты сам сказал о своих родителях для которых медаль признание это было то что ты не зря прожил жизнь и я думаю что наши родители все-таки очень картины я видел тебя я видел ты просто плакала ты плакала переживал это даже кстати у кови подошла и задала ему несколько таких вопросов и я попытался кстати немножко это отвести спорта я не понял можно объяснить можно раз тебя на передачу тоже ведущий они сказали тебя машина вы понимаете за что в таком духе за что это да ты лишь понимаю но мы будем продолжать или что о чем была речь а дело в том что многие думают что мне это эту награду дали за достижение в телевидении в шоу-бизнесе но это не так и и дали мне за мое достижение в социальной деятельности моя работа с женщинами с детьми против насилия и так далее и вот товарищ который у нас это спросить у меня это спросил он хотел подчеркнуть что это не за мои творческие заслуги а зовут ту борьбу которую я веду я скажу что я буду продолжать эту работу потрясающе я думаю что как минимум папа от тобой бы гордился это очень я я все это заметил лишь прочитала было интересно я знаю насколько ты у тебя развита эта история ты одна из немногих тех ведущих при том же на тебя еще смеют кто-то что-то говорить писать и в чем-то подозревать вы не знаете сколько маша проводит своих черити активно скану не спущу большая я тяните билет и так что больше нравится роль продюсера или творца мега интерес это неправильно построенный вопрос потому что творец присутствует и продюсеры и там в авторе песен да например допустим так нет правильно построена вопрос неправильно сформулировать хорошо можно это моделирую ситуацию ты пройдет вот у меня в шестнадцатом году сидит передо мной надя дорофеева абсолютный продюсерский проект мозги компании мозги и рассказывает мне историю про то как вы хотели закрыть время и стекло не шло не было хитов не было смыкания не взрывалась и она говорит мне цитирую и я пришла к продюсеру потапа к нему и умоляла его дать нам еще один шанс но посмотреть на нас немного по-другому но посмотрите на музыкальные наши проявления чуть перпендикулярно и он дал шанс группе время и стекло родиться второй раз написав имя любимое твое вот тут ты для меня продюсер дальше я стою на сцене назовем его город любой много выступаем вместе где артист потап врывается на сцену с группой мозги рвет как весь этот стадион бескрайний реально с тебя летит летят брызги елкин ваш концертный не успевает кидать тебе полотенца потому что из тебя и березкин вот и тебя продюсера там нет нет тебя там продюсера и эту точную линию я вижу всегда поэтому да разъясни как ты хороший ответ на мой вопрос но это важно ты принимаешь какой-то момент важное решение вы руководите сырой гигантской компанией мозги даже группа компаний даже это уже расскажи как сейчас все устроено я сейчас скажу отвечу на этот раз и на этот вопрос первое хотел бы сказать на один дрофеева рассказала тебе так называемое ложное воспоминание дело в том что там действительно у нас были долгие роды группы время и стекло там была связь там были хиты как-то не заводилась она все не заводилась не заводилась и уж точно я помню у нас этого разговора не было это уже каждый после успеха пытается объяснить как это было я расскажу как я помню в моем варианте у нас были разговоры о творчестве мы все время пытались сделать так как людям понравится потому что у меня было только один опыт потап и настя группа которая все время экспериментировал которым очень много промахивалась на самом деле но очень много попадала из-за того что очень много выпуска но которая не стояла на месте ни секунду тот стиль собачки то чуманечья весна то это то вы круто тут на голову не наладила никому оказалось это стиль музыки такой то время и стекло никак не мы все время пытались сделать тут для родильную песню такую песню мы с нами говорили о творчестве творчестве давайте попробуем сделать что-нибудь что нам нравится что не будет на радио стандаре на прием на радиостанции давайте забьем на давайте давайте потому что мы у нас было четыре года опыта когда мы заводим группу они выпускают новую песню идет рост быстрый как только песня затухает сразу падение мы опять вбрасываем деньги вбрасываем при творчестве вбрасываем них они вроде заводится но никак не заводятся вот и между ними еще это не то связи кота между ними нет ни любви не ненависти ничего а в дуэте смотри наши интервью искрится сейчас позже между нами очень много всего интересного из я открывал очень вот так в дуэте это очень важно чтобы дуэт особенно гетеросексуально дуэт они должны хотя бы друг друга ненавидеть но тогда будет интересно за ними наблюдать а потом уже ваши встречи можно назвать как встреча теплая встреча ветеранов понимаешь я не скажу чески вечера слушай но должна быть энергии и как-то и туда там не было и мы для меня этот проект был важно потому что я мог бы называться продюсером только после успеха группы время и стекло вот и для меня лично было это очень важная штука и мне было обидно четыре года вот мы собираемся на студии на студии ругаемся вдрызг все пытаются нам вылить вот этот вот не успех друг на друга объясняя какими-то странными словами в конце концов миримся я первый до сюда на примирение собираемся и пишем имя 505 приходим в офис и говорим вот песня и разоши за голову и нас нету денег у нас нет денег на клипа нет нету нету денег и вообще проблемой очень минус и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла я звоню ей значит слушать тогда берем свои достаем из тех которые мы заработали до этого стоп ты так верил в да или я не могу бросить я не могу бросить проект и не могу бросить проект надо бы должное или что она не сказал послушай давай так сделаем я сейчас даю вот я даю и мы даем вообще вот из вот но я хотел покупать вот это вот но я не буду покупать мы сейчас положим давай 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 сыграем в это давай по-настоящему первый раз мы с ними поругались даже на студию уже все это время было лизание мороженое через целлофановый кулек знаешь а тут мы прорвали этот целлофановый кулек и вот оно мороженое хрен с ним не получится не получится надо дать должное или они поддержала мы нашли деньги последние деньги из бюджета группы время и стекло на последний клип и сказали играем последний раз ол-ин имя 505 клип должен был сматься один потом мы останавливали ребят растет последний клип давайте снимем так давайте снимем такую чепухи fashion бреда такого но только чтобы мы хорошо их рассмотрели хорошо лица их увидели потому что до этого был тот же самый ли не колоссовский придумал другую или не горит хорошо или я придумаю этот трэш который стало время и стекло ими 505 100 миллиардов просмотров и тут и тут и тут эта ставка игра в казино ты идешь заходишь с последней фишкой и ставишь на зеро ту вот здесь продюсер появляется вот здесь спортивная вот эта закалка до конца потому что мама мама идя во бортику последние 25 метров которые плывешь называется у спортсмена финиш она горит плыть и ты плывешь и слышишь плыть тебе кричат и ты плывешь из не могу и на последних силах так чтобы коснуться бортика если ты плывешь и утонуть но выложиться на дистанции вот это было это финишная вот это было плыть вот это был финфин какой-то бешеной ракетой и ты понимаешь если начинает да потому что вы сделали так нет не потому что мы посмотрели по другому музыку потому что и потому что вы посмотрели потому что четыре года с любовью мы творили историю этой группы и тут это все как пружина разжалась и не были готовы это очень круто это как продюсер очень визуально а как артист у тебя есть такое же плыть доплыть получить хит взорвать да тут же опять же смотри а то что такое продюсер продюсер для меня продюсер это особо to produce производить я произвожу я производитель я пишу песни вот я придумаю идеи сценария раньше снимал клипы уже не снимаю вот рисовал все что угодно все творчество фотографировал снимал я знаю все вокруг тебя все оборудование как работает и руками это все делал как монтировать как ставить декорацию нарисовать как закрасить стены в белой цвет покрасить на нас черт он заметил и это вот и как подготовиться как на гримироваться самому я знаю гримировался сам практик практик это продюсер он производит это не это не инвестор это не тот это я понимаю а вот а творец это тот который вот конкретно творит на сцене выступает автор песен и мне очень удобно я переключаю эти ручки мне интересно жить пиши я два часа у тебя сейчас в гостях что-то среднее между продюсер как и автор лично лично давай скажем а так через два часа мне надо будет съесть песню оп я только пишу песню ура 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 я только пишу песню так переключается так тебе удобно ты тоже близко очень стоит я стоял и за кадром и в кадре и я очень разрывался бы что там доделать не могу а что любимее где тебе к я люблю на сцене на краешке сцена вот там где мокрый в леске бросают полотенце вот там и сам это такая после тебя вот так вот вибрирует сцена это очень тени тену они ты 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 пожалуйста самое болезненное нет которое мне говорили мне было очень много этих нет первая же всегда по самая болезненная в голову это девочка слушаешь я очень запоминаю плохое это его блокирую блокируем но у меня есть воспоминания нет это когда и приходил на музыкальный канал и говорил возьмите меня пожалуйста я буду самым лучшим вот моя песня вот мой клип он станет самым популярным дайте мне шанс я порву всех дайте мне я смогу это сделать дайте мне говорили о воздуши ну посмотри на землю ну два часа сколько лет 18 как автор песен все сразу автор песни придется своим клипом и приходил со своим диском и был альбом уже к этому не так посмотри на себя это что означало что что-то не вышло и рядом ставили козловского что мне нравилось ну посмотри вот мальчик причесочка зубки трат это ты куда вот с этим все я был похудею еще такой после спорта только и куда ты где искусство где ты этому да сволочи какие же сволочки свожи через пять лет эти люди просились ко мне на работу заходили в кабинет и говорили лишь ты помнишь мы помогали тебе тогда я конечно я помню ребята я помню все дословно как как-то мне не менее никогда что брал на работу никакой месте не брал на работу но и не мстил никогда не крутая сатисфакция да но я не знаю что это так будет тогда но мне меня и подбадривала это я себя помню с пачкой кассет в хс в киеве в москве под телеканалами утром 6 утра никому не нужны неизвестный один может быть кого-то брал если кто-то хотел поехать с кем-то не было денег даже поехать никуда где-то найти 100 долларов купить билеты поехать кассеты где-то смылить откуда-то переписать какие-то кассеты батакам кассеты все было дорого профессиональная запись 8 что творилось ради того чтобы тебе ты был услышан только то есть я шел к своей цели все время имя нет встречал всегда всегда мы говорили нет это не будет нет это не будет под нет это не не будет рэпа не будет никогда рэпа ну что-то с минуту кому-то надо нет но поздавайте серьезно поговорим может не надо этим заниматься вот так вот было было и ни разу не было мысли да может они правы а кто поверил в итоге в тебя ну в меня кстати все кто меня знал окружал все кто был плескался в этой энергии в стремлении в этом всем все верили в меня очень сильно прорыв где-то взяли клип я не знаю взяли клип взяли клип я добился таки взяли клип пригласили начали работать начали сотрудничать а я не могу сказать что даже в меня поверили но и тут я неожиданно вдруг стучался в двери и попал шоу-бизнес знаешь мое наблюдение я тогда наблюдала за тобой очень сильно прям помню видела тебя в милораме милорама помнила раму ряшин что я хочу сказать было очевидно что ты попадая использовал свой шанс на 250 процентов ты первый начинал хохмить делать нестандартные какие-то пассажи ты первый выглядел конечно надо так скажем не как козловский вот ты первый делал из музыканта какие-то личностные заявления ты этим и сейчас очень сильно славен потому что когда зовешь потапа на шоу ты не всегда рассчитываешь стопроцентно только на музыку и творчество ты всегда знаешь что он вытянут любое шоу ты это про себя знаешь спасибо большое я это очень очень приятный комплимент от тебя ну ты должен это знать про себя все время чуть ты в голосе сидишь ты чуть-чуть вот такой я никогда тебя не видела вот таким не бывало было там бывало они нарезают потом показались чтобы остальные казались более активно меня периодически вырезать моментов там где отдыха если бы голос увидели в прямом эфире почему был бы совершенно другая переда что я до активной почему очень а когда-то сказал насти каменских кашевой нет не тот узбек из россии который снимать как-то с ним вел вел как-то в москве какую-то какой-то премию так кусался мне так не неожиданно и как раз не так некомфортно было но мне прям срезался зацезал я его начал отвечать жестко ты все время на грани на перехожу на грани потому что я немножко из другой команды он немецко он настя сказал он они сидели на куда передачей и кто-то вышел две минуты что-то говорить и он говорит смотри как человек искусственно просырает свои две минуты на таком дорогом канале она мне рассказывает я думаю а у меня это было всегда в голове все думаю вот они две минуты вот они ваша я шел туда да вот они две минуты вот и как сделать так чтобы ты удивил кого-то чтобы тебя заметили от чем у меня очень много прокола в этом отношении я столько пробовал разного как меня хайли хайка не можешь найти сколько пока ты ним от идут и артисты должен зайти в утреннее шоу и как-то сискать ты вы видели это шоу видишь и чувак творил а что-то наш проколами подожди ну под ним не были пару неуточных шуток обидных не видишь не все воспринимают а если обо мне посмотреть все эпатажные выходки то там есть очень пару неправильных вещей которых я думал зачем это сделал зачем я думаю надо было сделать надо было это сделать вообще внес одно это переворачивать берут другой показывают здесь третье говорят об этом по четвертому окей хорошо это я был не прав я промахнулся но я сделал это я как артист не пожалел что то что ты был не прав ты оставляешь это себе ты не делаешь так включайте камеру я сделаю видеообращение не прав ребята наступил момент когда я должен сказать меня не интересует что вы думаете обо мне подумайте лучше что я думаю о вас если бы я комментировал вашу жизнь чтобы я написал сейчас чуть-чуть так папочка человек который мне никогда не соврет папа ты думай над своим я отвечаю сразу говори насти каменских сразу куда ты знаешь блин все-таки человек приходит в этот мир один и уходит из этого мира один всех есть свои скелетики пусть она скрывает какие-то мелкие вещи по кругу она приходит она вот и к этому привыкнуть невозможно это радует и не радует одновременно это ценно и потом если она узнает о тебе что-то что ты не должен знать она расскажет тебе нет что готовится к эта провокация что не задам канал м1 на никогда не включите в списке своих ленингов то что то что тебя как артиста и как продюсер но не если не сломает то покорежет она побережет тебя или скажет все она всегда будет за меня она всегда на моей стороне если только это не переходит наши взаимоотношения как мужчины и женщины если я как женщину и и в чем-то предаю то конечно она разворачивается посылает мне к чертовой матери собирает вещи и уходит и я говорю так такой был договор то есть . не раздаваться для вас только там где у вас лично и профессионального она горит уже убил человека ты же кого-то за душу ты кому-то испортил жизнь ты был покалечил или нет ли так не переживай не беря за тебя и тебя люблю с тобой эти люди большой сильный такой мощный но ты переживаешь она реально чихать хотела да вот это у нее только мы это получиться вот ты будешь читать что будет написано она не читает и она мне это лично значит она один раз поднимает на себя как ты мечта что на это не мешок помогали в институте учиться эти люди что интересно что доларит да пошли не знаешь я трачу столько времени это все послужит будет теперь я оба вас думаю они вы были теперь я перестроен да абсолютно абсолютно теперь я думаю они придумайте что я скажу но это на уже на этом уровне и уже таком уровне когда ты будешь писать пример все что угодно по 1 секунду пишу я а тебя еще замечу тебя или бит чтобы написать а если когда тебя замечу спешите ты честно прожил свою жизнь ты не убивал не обманывал не воровал ты сделал правильцы ты помогал ты делал черепи какие-то уикенды ты собирал деньги ты помог ты спас ракового больного ты что объездил всю украину или весь мир ты сейчас можешь поговорить с таким человеком как я серьезно на таком же уровне будь готов тому что я тебе подумаю а не ты обо мне вот этому люблю тебя я тебе тоже дай бог тебе счастье взаимно взаимно это можно можно смотри а это не договорила тебе а она вообще не не считает она как-то она говорит ой часто нет 85 миллионов просмотров а ведь ой вот такие завистливые серьезно свет положила и забыла все не пусти ты не анализировал это как продюсер может быть это от того что у вас действительно сотни миллионов просмотров и такой успех может быть если бы градус успеха был чуть ниже вы были бы более уязвимыми может действительно успех это броня смотри уж когда насти каменских со своим парнем с которым мы сейчас очень сильно дружим интересно кто это да господи с вова и дятлова я могу назвать вот это очень хороший парень а история очень нехорошая они были на концерте блогер-приз на котором тоже я был мы должны были снимать клип через месяц 1 а насти каменским они сели в машину и машина 8 раз перевернулась в аварии насти вылетела головой выбив стекло и его и в этой аварии погибло очень много людей родители его вот и и и ее привезли в местную больницу машина 8 раз вылетела выбила головой стекло про порезать себе очень сильно ногу и привезли в больницу зашивали голову вот зашивали ногу и и вот они их эта история очень 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 сильно сблизила я думаю что вот в этот момент очень сильная судьба настина поменялась потому что через месяц она должна была сниматься с первым первым клипе со мной вот и она поэтому поменялась потому что она была там она была в это она была на грани жизни и смерти она была она написала песню ты ушла написала всех кого потеряла в этой и она все у нее отношения другое к этому и это жестко жесткий поворот судьбы конечно же все эти все разговоры и все это она не видит этого она этого не замечает поэтому потому что она она видит все время самое главное вот это больше она была вот там на той стороне вот и я всегда говорил каменских я буду летать с тобой всегда в полетах потому что ты два раза там туда не ходит ты ты счастлива ты выжила в какую-то для чего-то выжить для чего-то чтобы понять так вот когда она не замечает этого у нее нету зависти она видит тебя и боже как это красиво так это невозможно представить себе представь себе певицу у которой нету зависти к другой певицы но у нее существует поэтому тогда и успех поэтому такой успех поэтому ей все дает наполняется слезами глаза когда ты не говоришь ну потому что это правда честно ну да 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 так не раз это самое и так сильно зашли вас но она она вещь на манья много говорим же я потом научили учился у него этому учился учился как не обращать внимание учиться быть правдивым потому что в жизни очень мало таких правдивых моментов поэтому тебя рюша очень честно это навижу артистов которые привет ля 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 лям врет 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 тебя в глаза врет на ночь вот суши лишь тебя знают тысяч хорошие польши ты врешь ты все время он раз и у него руки пом и обвисает по что ты ему даем и напрямую говоришь правду матку эту причем из добра я не знаю хорошо это или плохо я с этим живу тебя другим невозможно представить уже да пошел я дальше посмотрю так дружба между мужчиной и женщиной возможно если он гей вот согласно априсон гей не знаю кажется физиологии все равно сработает моя теория в том что между мужчиной и женщиной они называют себя друзьями у одной из сторон всегда есть сексуальный подтекст да и флирт и это все это переплетение рано или поздно все равно они пришли другом все равно или попытаются и вот эта тема мы расстались с друзьями она насколько реалистично не знаю это какое-то ужасное расставание для меня вы говорите что вы с горовой друзья от мы же чем и не расстались тазаровой мы с ней работаем в этом плане но мы с горовой два очень крепких орешка мы ничего не вынесли наружу мы все сохранили внутри и и конечно же дошли до того что мы с ней друзья приятели партнеры вот у нас не бизнес огромный огромный ты знаешь мы в какой-то момент здесь мы мы начали когда нас не начинались отношения мы дружили сначала вот ответ на то вопрос мы были друзьями хихиха хам и сидели в кафе кушали пили проходили какие-то женщины моих обсуждать не хотела когда вот это вот это вот это вот это вот это вот это раз-раз-раз-раз-раз она разводилась со своим мужем моим вот они разошлись расстались я молодой длинноволосый парень вот ира банкир при этом уже управляющая там 700 людьми в банке у меня ноль копеек и шевелюра и песни бесконечные которые сижу пишу и смех хорошо это дружба на чем строилась тогда что у вас было у нас было общее место встречи творческая у нас был кафе вечерники кто-то друг другу нравился кому-то мы все нравились друг другу потом она тебе не потом и конечно же это было обоюдно не это было чувство нет я жена два раза два раза удачно вот и это было обоюдно это было это было сильная страсть во первых это было и вот ира от меня кстати она начала мне говорить в те времена еще на это че ты все песни даришь все время всем чудо даришь ну ты че не можешь продать я резну как продать песню то что из него как можно продать песню даже ты написал кузовик души положил тогда подарил человеку она не давай продам я набрали песню за 300 долларов что-то понимала я жить можно заработал 50 долларов в месяц вот запись на студии стоило 100 долларов за 300 долларов песни офигеть можно оказывается одежде говорила и мы давай 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 дружи 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 дружить папа папа в любовь 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 потом любовь и вот уже все и пошел я с ней как-то так по жизни вместе мы пошли андрюши андрюха конечно фантастический копия ира но фигурка вот в общем смотришь это вообще один в один я вот врачи все повадки все штучки позитив бесконечная все время радость вот андрюха и потом как-то мы пошли пошли почти сейчас в сырой группа компании нужен таком уровне когда мы можем не появляться там мы можем полететь на частных самолетах встретиться где-то на островах с ней сесть поговорить и сказать не так мы не позволяем хорошо мы сказать да надо довести то все договор но так может быть мы такое может позволить можно было золь теоретически это может быть я понимаю чем тогда но мы все равно доводим до конца мы хотим довести эту группу компании до до больших больших высот в очень группа компаний то есть на сегодняшний день это продюсерская компания которая продюсирует время и стекло мозги не совсем так ага одна из компаний я тебе хотел вернуться к дружбе дать ищите будет интересно мне шмотировать ты увидишь на звук а я держу все-таки линии ответов вот сейчас мы понимаем сейчас надо с встречается на это хорошо что мы с тобой друзья правда как как начиналось мне так нравится бы дружить я римня ученья pony стану дружить дружите работать вместе они смотрят в пAI на глаз нет это больше похоже на работать вместе с очень классным партнером я в дружбу вкладывают другой я в дружбу вкладываю про все про боль про радость про доверия тотально и про умения поддержать мне кажется что такая нормал между мужчиной и женщина если они не спят друг с другом не осужщее рассказала про дружбу между двумя женщинами и близкими подругами но между мужчиной женщины такое я с тобой согласен мне кажется невозможно потому что все равно вот это такое такое доверие в стану уже интимно практически да это круче чем секс уже практически понимает секс должен появиться рано или поздно а он испортится с тобой или на волностью согласно или наладит зависимость от того какой секс вернемся к мозга и вернемся к мозгам группа ремония да там не помню 2017 или 18 самая громкая церемония когда вы собрали все трофеи на м1 awards мы сидели с нашими друзьями чуть поодаль вы понятное дело все в первых рядах и наблюдали за вами понятно были все артисты весь их менеджмент это же наше шоу на теле триумф и я сижу поодаль нет я вообще не про это дружище я про то насколько вы все выделялись мозги интертеймент и очень сильно отличались от всех чем это проявлялось вы напоминали одно мощное большое комьюнити где все друг друга любят обожают поддерживают то есть когда давали какой-то не за там за лучший клип все вскакивают за лучшую аранжировку вы все вскакиваете целуете так далее и мы тогда сидели с друзьями и честно тебе признаюсь обсуждали это все показ но и вот так то есть все сидят и только там где мозги там цыганский табор это показное или у вас действительно такая атмосфера внутри где вы все обожаете любите поддерживаете друг при этом артисты разразненные своими хуторками назовем это так сидели и скалили свои зубы и разные разные были разные были но вы не выдавали похоже на спортивную команду да и аналогию со спортом не проводил ответ на вопрос я просто тебе рассказывать потому что мы собираемся перед этим и мы все обнимаемся между нас действительно такие отношения почему все вместе работают мы все друг другу помогаем мы работаем и над этим у нас есть корпоративная культура у нас есть свои правила внутри вот но они очень открытые и человечные и в конце концов когда мы играем финал какой-то да я подхожусь я как спортивная команда тренер спортивной команды говорю ребята мы сегодня представляем наш шоу-бизнес наш шоу-бизнес мозги интертейнмент кто бы сегодня из нас не получил мы что будем делать все поддерживает мы все собираемся в один кружочек мы все другому прям как большая команда это все модерируешь ты ты некий генеральный орган который раздает эту энергию до в последнем в эндшпиле обязательно я выхожу на сцену за сцены на сцену вот но и вообще я я такой очень командный же капитан был одной команды вот в спорте и поэтому я все переношу туда тоже живой организм его надо объединять и на я не верю что команда способна работать без тебя почему-то мне кажется что ты есть внутреннее ядро которое все время раздает эти как поедали радиоволны какой-то группа время и стекло одновременно радостно и почему-то грустно я думаю что они они могут работать без меня но делегирование любое предполагает потерю качества поэтому когда ты перед когда кто-то станет другим потапом как бы я думаю что будет не так я думаю что одного такого потапа сложно я очень долго ищу пытаюсь сделать в кого-то поверить рассмотреть но одного такого нужно будет заменить питью какими-то менеджер мы поменялись очень за это время и тогда может они заменить мы поменялись у нас вместо одной компании семейного типа стала группа компании вообще совершенно другого корпоративного типа поменялось отношения у нас теперь корпоративные взаимоотношения все знают что когда группа юси это такая рэп-группа молодая у нее получается то получается у компании когда получается у компании получается и у тебя у тебя внутри компании то есть мы все объединены вот эти вода сездуху свои слоганы внутри это все лишь надо поддерживать полежи на вопросе я но так не что я пропустил в воспитании сына а ну что ты про я еще не пропустила воспитание своего сына он у меня вымоленный намоленный ему шесть лет я ничего не пропустились до формате мы вместе даже летели до андрюша сейчас 12 11 11 и ты сам неоднократно говорил о том что то гастрольное время которое было просто потеряно в общении с сыном не восстановить что конкретно ты можешь сказать что ты пропустил в воспитании андрея ничего не пропустила я видел первый зуб первый шаг я с ним был я знаю все его секреты он сбрасывает мне фотографии мы говорим с ним о девушка которая его окружает мы говорим с ним вообще о сексе мы можем поговорить я могу ты первый заговорил с ним а сексе или он вот я пытался но потом я подумал когда он захочет поговорить равновато все бледно сексе с сыном он в один он в одиннадцать он не пришел мне сбросил фотографию сказал папа ну-ка объясни мне порнографическое что-то это вот это остается переписка папа с сыном а он объясни мне я если он мне сбрасывает и пишет объясними значит классный папа значит классный папа потому что потому что если он спрашивает конкрет такие мужские штучки вот он хочет равняться поэтому нас шикарно с ним отношения да конечно мне раньше возникало чувство вины за то что я очень очень много отсутствовал потом я подумал что это все это конечно и самобичевание никому не интересно мало того она плохо влияет на самого ребенка по 6 и ребенок чувствует в родители чувство вины он начинает им пользоваться от этого возникает психо наркотическая зависимость так называемая психологи тебе москвы вот а ты будешь папой для него всегда будешь ты дома не будешь дома у тебя идеальная картина взаимоотношения с ним через 15 лет да я думаю если он подойдет ко мне и скажет батю ну что я женюсь вот так вот он мне скажет и все они тебе категорически это жена ну не очень что я расскажу из кого мой папа подошел ко мне так один раз жизни схватила за шкирки вот один раз он никогда не прикасался бы и сказал вот эта девочка про нас вот эта девочка тебя очень сильно любит дари и все все бросай к ногам все цветы кольца бриллианты машины квартир все едва обещаю эти отключу голову понял я понял все это правда и тогда подумал он никогда с вами говорил так это было всегда на полу тонак лёша как ты думаешь вот один раз было напрямую вот так когда он увидел как она ко мне относится увидела законами не любит и сказал если я увижу что меня от моего сына так будет кто-то так любить что мне захочется подойти к нему сказать я подойду мужчина как делаю сыночек иди сюда и ему точно скажут а если не понравится я не скажу ничего не скажу не скажу может ему жизнь спасешь может быть но это его это его путь ему надо самому развести его он должен сам пройти на чем падает он бежит падает спотыкается разбивает колено я раз и стоя плачет я стою и сдерживая себя внутри все провалилась сын кусочек равеннышко моя тогда но должен набить этот синяк он должен пройти это испытание он должен сам переступить его встать вытереть слезы подойти и потом уже поговорить со мной после этого когда успокоился это сложно было это очень сложно твоя очередь опять что это все время говорю самое необычное место где у меня был секс по и это твоя без пяти минут жена тогда на том интервью за два дня до вашей свадьбы сказала что сама лет самолете да да и не раз было самолете вот что мы не мы если что не помещаемся в эту штучку а вы как помещаетесь тоже я вообще не помещаюсь на спреку самолет трансатлантический большой боинг там можно поместиться также ответила вы самолет были попытки в маленьких самолетах конечно у нас это продолжается самое интересное у нас ну каждый рассказывает показывает но где хотя бы чтобы тут все с девочками в туалете ресторана крапова по одесской трассе ну как вам сказать но послушайте но было весь сегодня был секс нет сказал что у вас была нежная была была вчера вечером и будет сегодня вечером сказать мы как-то тянемся друг другу очень мы любим то есть если вам хочется здесь и сейчас в ресторане а бывало такое а бывало а бывало что корпоратив и вы вдвоем выступаете а вы еще в кремерке всех выгнали бывало а бывало в автобусе когда говорят ребята пожалуйста но прекратить уже весь автобус слышит это пожалуйста вы задолбали не бывало и такое страстная любовь это она такая безумная или это ты одержим она вызывает у меня такие чувства и не могу остановиться она меня не может остановить вот поэтому все девочки внутрь меня нос это просто бывает бывает вот были какие-то вообще рекордные вообще цифры когда мы очень просто не выходили из номера и закрывались и целый день болтались а как вы я помню в том памятном кривом роге когда ты рвал сцену она мне сказала вот я и ты идешь к нам из машины она как я его не видела неделю или там полторы она я его не видела я забыла как он вообще пахнет как вы тогда это переживаете с такой страстью которая между вами есть вот эту разлуку мы звоним друг другу мы пишем у нас очень нежные а по телефону со своим отношения бывает иногда бывает иногда и такое мы такие веселые ребята в этом плане вот бывает иногда секс по телефону а это видео бывает и видео мы сохраняем отношения и когда долгая разлука дамы дозвоним друг друга скучаем друг за другом поэтому у нас все в порядке я просто не хочу я теперь скажу в чем дело вот мы на голосе я настя со мной была на голосе сидит со мной рядом она в двойном кресле после тина дан монотик вот и вот настя который не видел неделю я сейчас не целоваться потому что она моя жена и соскучился я соскучился написали все что вы на показушнике зачем вы лижетесь вон дан и тина серьезно серьезно это моя жена я соскучился за ними по барабану что вы там думаете но при этом порция негатива из-за чего мы сделали корректировку москва окей хорошо нацелуемся с тобой за кулисами но там давай не целаться что наши люди им кажется что они не верят то есть они не доверяют этому они не любят когда люди откровенно говорят поэтому я сейчас про секс когда говорю я понимаю что сейчас на хвостун а там тра-та-та-та-та-та-та но на самом деле наши люди любят присматривая они думают в этот момент что каждый раз 열� два что такое количество подсмотров когда они подсматривают им кажется в этот момент что они видят правду а на самом деле ребят на самом деле все что вы подсматриваете вам подкладывают поэтому все абсолютно подумайте два раза следующий раз будете думать о у каких-то бы и самое интересное настоящая пара которая по-настоящему друг друга любят и целуются с друг другом по-настоящему не преследуя никакую цель не выпечется не продать свою любовь не продать обложку дуб просто соскучился парень за девушкой просто соскучился им не верят но зато придуманная и раз распуфырена этой истории все говорят боже вот это точно любовь вот это точно они влюблены за это я его обожаю вот это я тебя обожаю ты не боишься не бояться не боюсь вообще они вообще прекрасные люди замечательно когда на них смотрю думаю боже мой как им тяжело и вообще у меня был такой разговор недавно я же это подумал что женщина она столько делает сего ради того чтобы мужчина просто и сказал что ты такая хорошенькая сегодня там ты только же я делю либо ущипнул ее а женщина готова делать все выщипывать выклады подкладывать операции терпеть этот один мало того а и когда женщина еще артистка при этом у нее еще есть поток энергетический она встречается выступает на сцене это зачастую подменивая эти понятия она вообще готова терпеть все что угодно и вот у меня недавно состоялся разговор даже стены я говорю тина ты готова вот все ради зрителя вот истока вот готова положить себя просто на алтаре искусство 1 5 ради зрителя да я молодец тоже позиции тоже позиция и это тоже уважаю дано вообще когда космический космонавт и вода творец вот это же вам не передача шума них разуме а тебе передача сейчас помнила эпизод который я видела где-то в сети когда вы сильно и дико схлестнули с поляковой за кулисами лиги смеха не знаю почему но там ты был на себя не похож еще раз такое исполнишь я завтра тебя воткнут так и еще раз такое уже спать это человек тренер ленинг смех был настоящим а сегодня вы опять дружить я бываю прощению я попросил прощения у вас ты ты был настоящий да я бы я вспыльчивающий мужчина иногда я же говорил тебе что я допускаю ошибки бывает иногда такое чувство справедливости полякова засадила какой-то команду там причем засадила потому что она что-то пропустила но оля кубу кубу пум а я не поняла это команда которая готовилась плачут стоит 20 пацанов которые готовились ли через турнир оля да я не хотела траты мне падает планка и я на полякова давай а воля но ты что со всеми соображен а у нас же все-таки шоу как тогда мы видим кто про почему тогда извинялся если потому что я была слишком вспыльчивая мог бы сказать это другими словами я мог бы сказать это по другому и важно было что я говорю а не как а тут как перевалило что поэтому за как я извинялся а не за что за смысл приходится так извиняться как постоянно постоянно вот хлебняка я видел недавно бумбокса стояла под корпоративом вот мы приехали с какой-то тоже вечеринки стоим а мы должны выйти уже на концерт андрюша поет и поет свой какой-то набор самых грустных своих песен уже невозможно слушать было люди на даре на классные песни все хорошо корпоратив бляха муха 30 раз жары мы стоим ждем он выходит ари андрюша ну такая тяга мотина у тебя ну просто ну вот тут-тут игроки серьезно нравится самому то что ты поешь он так на меня обиделся увидел за что я честно обидел человека мне постигает лёшка зачем ты он и так грусти то ты его еще в депрессии час три дня будет бухать я нашел телефон звонил арил андрей прости меня пожалуйста такой характер не удержался сказал то что думаю понимаете за это надо отвечать оказывается за правду все время сказал найти извини он написал меня что-то там что-то там украинские знатины не андре пожалуйста прими просто извинений а если тебе такое с конечно такого говорят постоянно а ты как реагируешь я же всегда готов ответить всегда моментально я вступаю сразу в любую перепалку совсем если хочу но они же мне говорят другое понимать если бы не говорили понимаешь я буду ценить человека которыми сказать потап ты долбодятел а ты такое творишь очень много других профессий которые мне подходят и говорят это вот и за это я уважаю это я играешься в детский сад если это честно что в основном какая главная к тебе то я не знаю сейчас про кого мы говорим ну типа эти ваши песенки не выросли ты с этих уже штанишек никто никто нет но как минимум я будут оценить больше чем все улыбки и привет как дела ну что ты слышал твою песню это то ваш новый альбом если искренне нравится всегда увижу если вижу я имею другое что этот порыв иногда он более он настолько важен в жизни вот почему про нас все много говорю потому что она такая честная и иногда ты была честной но не в тему бывает правда твоя нет никому не нужна твоя знаю и хлебняку вот это то что я ему сказал он нахер-то нужно он еще сейчас две грустные песни напишет лучше бы я ему подошел и сказал что он классный веселый мне нравилась полина просто мне нравились это мы еще корпоративы жарко неплохо вахтером веселая песня она грустненькая но вообще самый я нашел телефон я позвонил ему я нашел я написал во все группы написал андрюха не обижайся характер был неправ спешил выступает вы прости пожалуйста не это самое не принимать близкое сердце был неправ извини своим грязными понимаешь спортивными продюсерскими руками на чистый халатик творчество залез и и и прости меня брат прости не бросил это не брать не оставил извинился нашел себе силы попросить прощения то же самое с поликом круто мне комфортнее когда рядом со мной на сцене мужчина или женщина однозначно мужчина барабе а тебе хорошо было заработал работать все-таки не было очень сложно сложно силой к самым очень комфортный это он тебе достался уже опытным состоявшимся заслуженным вашей же дружбе лет 5-7 ну да 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 а теперь представь мне 19 ему 28 керчь ивана франковск стоять молчать я его моя говорить и это он меня в не то что жучил даже я не знаю если на этой земле человек которому мог могло показаться что между нами хоть когда-нибудь могла бы быть какая-то искра как между мужчиной и женщиной а мы с насти смотрели и она мне сказали я смотрела подъем я всегда с моей выросла я тоже поглядывала подъем совместно вот это дуэр такой классный вот та химия на конфликте я думаю живые у вас там никогда между вами никогда не обрадовались фанаты потом панасе когда мы поженились и сказать да мы всегда говоришь они сто процентов не всегда говорили что вы сто процентов все говорят вообще про любую россия не про всех от вас всегда шли искры дорофеева вышла сейчас замуж за позитива бросила дантеса а я все вот у них между ними какая-то просто нежность нежная нежная такая волна когда ты укрывал когда настя в этих аэропортах везде спит и ты все галдят бухают и все это а он ее укрывает одеяльца а юрчик а мне юрчик достался знаешь каким ты замечал эти момента мне юрчик достался таким что я понимаю что мы ведем с ним концерт он знает наизусть все именно все столы вот так вот как твои разложены эти штучки все стены тут стол степана вами что-то ван петрович тут этот тут у него жена тут 12 тройки назад они пожени вот про этих не говорит это и я выхожу второй помощник который первое что да и такое тоже вот первое что я говорю я нахожу батюшек говорю благословить нашу вечеринку и юр на меня смотрит я юрчик а так можно сейчас мы еще а святим к стриптизер цветовой водой а юра шарашит про столы и я понимаю что юра ведущий когда мы с ним работаем в паре с юрой это идеально я ставлю себе всегда у меня есть там ценник какой-то бешеный как будто вот за который если хотите что потап провел если хотите ваша свадьба неожиданно ворвалась я такое не ожиданное да я такое делаю на говорю но мне нужен партнер обязательно и желательно горбунов желательно горбунов конечно горбунов мне он 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 стоит кумовство украины я всегда это знала ты что слава богу дай бог здоровья моим кумам и катя и юре и иван вообще я же крестный грещеный и и мы соседи же мы же дружим как сильно так он тоже говорит за кулисами я слышу разговор он говорит я не знаю кто для вас лучше выступить чем н к этому кому-то раз к прикажу ему спасибо юра немножко в дом подбросил вот поэтому юр а мне нравится мне тоже с мужчинами нравится ты знаешь не с мужчиной райцину и с женщинами смотря какими я собчак как-то вел кремлевский какой-то дворец еще в те времена не на собчак это монстрила монстрила но как-то она не была такой острой как я думал со мной потому что никак она не могла ухватить энергию большие одни из их страны а вот в творческом плане все-таки если сравнивать вас твое состояние на сцене с мозгами твое состояние на сцене рядом с мастей но у нас недавно был концерт для друга и мы собрались и порепетировали же спели шесть песен а первое мне показалось это очень очень медленно все когда мы пели быстрые песни подопытность что в группе мозги которая появится быстрее мощнее там танцы там другая совсем позиция артистическая на 7 сказала горит и или нас ты может споем еще активный порос она ведь нет я не хочу я говорю почему она говорит во первых ты все время прыгаешь передо мной все не хочешь ты мне мешаешь я решишь я шучу как потом и нас есть впереди ля-ля-ля ты там танцуешь она ведь мне не нравится ты не пишешь мне вот это вот раздражать я опты привыкла уже давно привыкла уже сольница ей нравится всегда хотела она горит и во вторых лет и кумать и глянчик уже мы тут все перепели в оптаться ай-на-на-не-на людям нравится я может соберемся когда-нибудь ну а если тебе например сейчас взять вот в это воткнуться и написать новые хиты репертуарчик окей вы смотри вот полная полка наград со всего мира все награды творчество уже блин 12 лет мы пели этот самый когда она все пучком а у нас пучку когда она тебе пела обитяю и ты вышел и когда ее чего-то там подхватил это было вот новая тоже можно создавать уже учитывая ее выпуклость артистическую твою никогда уже туда а зараз на сцене заслужение артиста вот этого не голодия двухсордец ну почему же этот самый белозиры их там кто-то повали кто-то ночью бачи попозже белоножки спасибо когда уже будет там по 60 там да мы зарубим а я кисток и концерт в 18 троков алексей задумался на жанру хип-хоп я протестую чем молодые талантливые амбициозные сейчас какая-то бахитяра зашла бы как в сухую землю сейчас плохо за и потом пынасти на картинках покажу вот потом пынасти зарабатывать столько денег вот так зарабатывают потом у нас сейчас подожди но делать деньги но это как минимум бизнес-успех до шоу-бизнес инфоповод не знаю опять ротация видео вы снимете опять клип сейчас в идеальной оба форме и в творческой и физической у нас свои насти нужно а отказаться от своей амбиции завоевать мировую сцену побольше чем потом побольше я занят огромным количеством проектов и у нас тоже началось чико-бомбоне это не просто так она на другом языке поется побольше тоже побольше декоратива время поменялось музыку мы это сделали уже мы сделали хочется мы это сделали и ну типа класс если там взвоют фанаты скажут мы хотим через десять лет поплакать о том как мы были 15-25 летними мальчиками девочки это дам конечно может сделать турчик и проедем что на обязательно напишем но сейчас тебе интереснее с мозгами да с парнями не интереснее сейчас и необычными сколько их там пятен да мне мне интереснее и с мозгами и сам я пою и и настины песни я пишу тоже елефант это моя песня да вот и она когда попадаешь уже на международный уровень вот там несколько другая игра начинается вот это интересно потому что ты еще там не бывал ты еще эти рынки не завоевывал мне интересно мишель андрада мне очень интересное время стекло что с ними произойдет сейчас только я знаю один что будет дальше и что нам совершенно не скажешь давай логично подумаем да вот вот время стекло лёша набеги расходят новый клип может больно но иногда все нужно но лежа в мозгах на одессальная певица например например а группа время стекло то это ребята а группа время стекло сейчас не запутывай меня из еще 3 комбинация видишь чем может быть все что угодно думайте гадайте да не прогадайте сужение очень классная я очень верю в и в начку и в лёшу и во всех проявлениях хотя бы скажи они сами захотели разойтись или это ваш продюсерский акт ты знаешь я когда заканчивали потом по насте я смотрел на настю и и думал что она же она всегда мне подыгрывала нам то есть по-настоящему она открывалась красивых лирических песнях тиши потопа настя она всегда тебе очень часто она тебе на цене всегда она подыгрывала всегда я так и на славе был всегда хотелось она даже этим направлением нас доверила в эти песни если бы не она наверно бы так так не получилось это правда а когда ты сможешь на него что она выросла уже и хочется такого другого она хочет вообще на другом языке в другую страну и и там продавать музыку стартуя отсюда и здесь тоже выпускать и тут другие песни какие причем она сама не знает можно попробовать разные с разными когда ты видишь что она вот вы например латинской америке у вас целое турне по радио телеканалам и она на блестящем испанском языке перескакивает из одной студии в другую дает тут же эфир прямой непрямой и ты все время за кадром ты тоже амбициозная и тщеславное животное да что ты чувствуешь в эти маме понятно что ты ее любишь понятно что она ну из этого интервью очевидно что она что-то очень-очень пронзительная для тебя но там где творчество и и начинает идти по вот такой лестнице вверх что чувствуешь то большое гордость и влюбленность очень это новое чувство когда-то не посещает меня сейчас потому что сын начал выигрывать соревнования какие-то такие новые чувства не возникли гордость за сына а тут города и за нас за то что за кур за украину гордость за нее как за человека города за любимую женщину это смешивается если бы я для себя не ответил на этот вопрос раньше я бы никогда не женился на ней потому что в дуэке подапанасе существовала конкуренция и там было и зависть и ненависть и неприятие и не любовь и все что угодно но только не гордость вот потом это все переросло в любовь а там за не любовь уже открыла другие потом я уже стал меняться стал больше ближе этих себе стал очень честно относиться ко всем своим чувствам которые происходят со мной вокруг меня вот поэтому все что сейчас происходит с настей это моя большая гордость но вы например я же должна быть влюбленная в тебя интервью и меня захейтят я правда тебя очень захейтит я теперь вырежу вырежу для тебя твой монолог про хейтеров и буду всегда его вставить я просто думаю вот о чем что и ты же точно понимаешь что вы могли он элефанты мой элеганты разложить на двоих ты мог там внутри читать какой-то рэп или черт потом она записала эту музыку с каким-то латиноамериканским штрихом и мог быть ты да не но подожди мы ждем от мы там договорились что она будет сольным проектом такой же это соль как только полезно потом все превращается в подопоначься сразу как только появляется потап но теперь как у ким есть кусочек меня кто-то написал какого-то писала мясник на искусство это должен был быть андрей данилка в этот момент но андрюша оксиданта где-то что-то у нее не получилось я бы просто на подхвате а нам нужно было сгладить хейт который полетит в настю потому что мы понимали что папа как у ким это вторая часть песни стиль собачки с она просто сделала шок как так мы я так можно так от снотливать девчина вы тут папа куки люди люди с юмором плохо у людей знаю а я всегда хотел чтобы удивляла артистка всегда чтобы и не фейс был только тут и нам надо было сказать кем-то слова хейтеров чтобы они и даже не вздумали писать и вот так и получилось то я был просто под рукой как только там появился все написали опыта по насти понимаешь воспринимается все как только я даже не пою в песне а просто и рис клипе поэтому в новом клипе меня не будет ее она уже будет сама с испанскими чуваками это ее карьера это ее жизнь это ее мечта это ее это ее она энергия на туда захотела в твоей карьере это тебя стимулирует да как минимум не стимулирует все же происходит со мной ты знаешь я в какой-то момент сейчас и чико бомбони она не просто так на другом языке и я думаю что мы пойдем тоже выходить на другом языке по ним си синьором богу богу и стресс и студия ртс и практикан до но если что на прогулку насти помнит на грэмми с вами еду я да 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 во первых ты я буду выдавшись там шик у тебя есть все еще для для этого а еще я смотрю так надо на найдет дрофееву сейчас и понимаю что они во время и стекло и на позитива тоже и на позитивы на нами я смотрю и понимаю что они десять лет были из них 6 они были топ они были номер один они они были написал им все что только можно клипа на снимали они стали при чего языцах они стали своим стилем сами себе бренды и вот уже обидно обиднее наверное еще не воспользоваться шансом и не сделать то чего они хотят на лишь тоже приходила на дня что же приходила как она же она была в группе но она как любая девочка хочет быть сольной певицей она была на черноморских играх вместе с насти то поколение насти надято черноморские игры одна получила в 1 в один год гран-при вторую первую при обе по моему супер финалистки вот и и они все они всегда мечтали о сольных они мечтали о сольных они могли быть в группе в группе быть очень удобно вот тут тебе стремно как продюсер очень что ты их понимаешь как артист понимаем что наоборот я понимаю их они кстати со мной всегда очень доверительно общаются потому что я ребята я езжу по тем же дороге это все но твои инвестиции твои риски твои затраты твои все ну они уже как эта часть слушал час был не заангажированный продюсер бы еще посчитал что лет пяток они вам нормально еще подзылать она сказала наташа могилевская на тупо подкасте который кстати почему только наталью могилевского пригласили на то почему под тебя перестраивали новую студию ты будешь в новом сезоне если согласишься прийти очень я хочу очень какого-то трошняка уже тут матюкаться мне запретить запретили мне в моем же шоу ну да вытащи меня тоже париж меня тоже порежет я я не сильно матюкаясь наташа миглеевская говорит если бы я была продюсером время истекло то они у меня еще пять лет работали я говорю поэтому ты не продюсер время истекло наташа именно поэтому ты брызеры паша они у меня не работают мы работаем с ними вместе потому что надя дорофеева сейчас была на выходных у меня в гостях и купалась моим сыном у меня в бассейне он плакал когда надя приходила с красной помадой потому что он увидел ее в клипе был еще очень маленький увидел в клипе что она там погибает в клипе и надя пришла к красной помадой у него слезы андрюха что ты плачешь надя красная помада она умирает он думал что она умрет сейчас здесь это все нас связывает до команда все по-настоящему нету этому нету таких хиха нету фейка и мы не пускаем это очень сложный путь но в как как-то мое последнее у друга между мужчиной было что-то мы перевернули перевернули на прощает мне все было что больше нравится роли продюсера трата та самая болезненная нет три важных перемен вот не было вот вот они где кажется для финала нашего разговора о потап это идеальная тема три важных перемены которые произошли во мне за последние несколько лет я все время и так 33 важные время важнейший выпуск это будет резюме нашей беседы 3 вот и не такие они уже важные я убедился в том что я жил правильно все эти годы когда наступил коронавирус когда я понял что ты с тем человеком с которым ты хотел бы ты твои все постулаты внутренние убеждения все резонируют с тобой все внутри тебя все с тобой в симфония все в гармонии с тобой вот и понимаешь этот момент что вот это самая главная штука когда ты понимаешь что ты живешь правильно и правильно все делаешь и правильно и правильно что не слушаешь никого и правильно что делаешь добрые дела и пусть никто об этом не знает и говорят только о твоих каких-то плохих выходках на сцене там или что-то мне это неважно имеет никакого значения оставаясь самим собой в конце концов наедине ты потом не перечисляешь три важные причины которые ты просто понимаешь тебе хорошо на душе или плохо вот я за последнее время стало очень-очень хорошо может потому что я очень честный стал перед собой может я женился на том на ком хотел может потому что я понимаю что я папа прекрасного ребенка я буду папой для него всегда каким бы я не был сколько бы меня в его жизни не было может быть потому что я в прекрасных отношениях с партнером и у меня огромная компания группа компании не замуж на все вместе к балансировка знает не потому что дали заслуженного артиста потому что наверное какой-то джен наступает в этом все это начинаешь кайфовать от каждой секундочкой я ехал к тебе с удовольствием я бы раньше ехал с сомнениями маша журналистка че скажет она сейчас задаст она у умеет так она она живет так раз ты 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 такая вся непростая жмаша может подколоть еще как я сейчас ехал с удовольствием потому что я знал я проведу время со своей подругой проведу время с прекрасным человеком будет интересно не пожалел не пожалел на секундочку я это было очень классно спасибо тебе большое ты чудесный и огромный я буду внутри нет внутри внутри себя огромный вы создали такой союз который хочется чтобы намного больше давал свету и плодил только не уезжайте от нас мы работаем не 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 можем ехали куда вы тут уезжайте не 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 да он летел из украины улетел и чтобы повернуться нашей красивой кудряшки большой привет и пожелай ей пожалуйста от меня что я хочу чтобы у ее мужа всегда так искрились глаза когда он о ней говорит передашь передам поцелуешь крепко обязательно можно достанется мне все же рассказывать ну вот здесь и салмаш борьба